Сегодня мы готовим вкусные и полезные овощные котлетки. Для этого рецепта нам понадобится брокколи, красный лук, картофель я уже его отварила и размяла, куркума, петрушка, чесночная имбирная паста. Если нет у вас пасты, то отдельно чеснок, имбирь, зира и мягкий панир. Как делать мягкий панир, я вам оставлю ссылочку внизу под видео. Соль, перец, масло, потом нам понадобятся яйца и панировочные сухари. Мелко нарезаем лук. Теперь мы нарезаем брокколи. Брокколи я беру только зелененькую часть. Нарезаю. Так крупная часть нам не нужна. Все нарезали. Наливаем в сковороду масло. Масло нагрелось. Добавляем туда зиру. К зире добавляем чесночно-имбирную пасту. Теперь добавляем лук. Помешивая, поджарим лук, пока он поменяет цвет. Это примерно минутки две. Добавляем брокколи. И также помешивая, обжарим примерно две минутки. Следом куркума. Теперь соль и перец. А кто хочет поострей, добавляйте чили. Вместо панира вы можете использовать адыгейский сыр. Помешивая, поджарим минутку, чтобы сыр немного расплавился. Картофель. Добавляем туда петрушку. Перемешиваем. Поджарим еще одну минутку. И все. Наша масса готова. Оставляем ее остывать. Итак, наша масса уже остыла. Тут у меня два яичка. А здесь у меня панирочные сухари. Теперь делаем шарик и котлетку. Размер абсолютно любой, какой вам только нравится. Вот у меня такие получаются. Бейцо. И в панирочные сухари. Разогреваем сковороду. Наливаем туда масло. И выкладываем туда котлетки. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Теперь я переворачиваю. Уже готовые котлетки выкладываю на бумажную салфетку, чтобы отстегся лишним жиром. Наши котлетки из брокколи и с паниром готовы. Попробуйте и вы. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова